Мисс Интерконтиненталь 2009 Мисс Интерконтиненталь готовится к финалу. Сегодня первая репетиция на подиуме. 5000 квадратных метров в полном распоряжении участник. Девушки на ногах с самого утра. Кстати, порядок выхода на сцену уже определен. Телеканал ОНТ и Всемирная организация красоты решили не устраивать жеребьевку. Красавицы появятся перед зрителями в алфавитном порядке по названию страны в англоязычном варианте. Первой будет Афганистан, Беларусь шестая, а завершит дефиле Зимбабве. Прежде чем 27 сентября эффектно пройти по подиуму несколько десятков метров, им предстоит прошагать еще не один десяток километров. И все это не просто так. Создавая на сцене свой образ, каждая участница не должна забывать о том, что это лишь часть всего шоу. Делать поворот спиной. Режиссеры придумали очень зрелищную и в то же время исключительно сложную схему дефиле. Поначалу даже опытным моделям трудно понять, как они должны двигаться. Да, это очень трудно. Нужно чувствовать музыку, чувствовать девушек, которые рядом двигаются синхронно по одной линии. Да и вообще попробуйте походить вот так на высоких каблуках целый день, вы все поймете. Чтобы было легче, на сцене нужно жить, ее нужно чувствовать, советует участницам действующая мисс Интерконтиненталь, колумбийка Кристина Камарго. Сегодня она прилетела в Минск. Кристина входит в жюри конкурса и уже в ближайшее воскресенье передаст свой титул победительнице. Кстати, прошлогодняя победа очень многое изменила в ее жизни. Сейчас она не только успешная фотомодель, уже через несколько месяцев на колумбийском телевидении запустят ее собственный проект о высокой моде. Вы знаете, очень многое зависит от страны хозяйки конкурса. Здесь, в Европе, интерес к таким шоу куда больше, чем в других странах. Что же касается красавиц, конечно, я всем сердцем со своей соотечественницей, но как член жюри я уже смогла увидеть, кто хочет и может победить. После обеда девушки ненадолго уступили сцену музыкантам. Во время финала перед зрителями выступят сразу несколько белорусских коллективов. Сюрпризы подготовили хорошки и песняры. Немного макияжа и снова на подиум. Одна из особенностей Miss Intercontinental в том, что девушки должны сами подбирать себе не только платье и косметику, но и создавать весь сценический образ. Опытные стилисты лишь оценивают, если что-то не так, укажут где недостаток. И мне безумно понравилось еще платье, национальное платье в Венесуэлле. Ярко-желтого цвета, я думаю, для сцены это то, что надо. Кстати, на подиуме это заметно особенно. Из 56 участниц всего 10 блондинок. Возможно, цвет волосы поможет девушкам обратить на себя внимание жюри, но все же современная мировая подиумная тенденция это брюнетки, точнее латиноамериканки. Репетировать дефиле девушки было до позднего вечера. Сложную схему действий нужно запомнить буквально наизусть. Ведь от каждого движения, каждого шага и даже вздоха будет зависеть эффектность предстоящего шоу, а быть может и чья-то победа. Александр Бусько, Сергей Вяль, Наши новости, ОНТ. Напомним, организатором шоу является ОНТ и финал Мисс Интерконтиненталь. 27 сентября смогут увидеть зрители нашего телеканала. Таковы основные события вторника. Полная информационная картина дня на интернет-сайте телеканала. Далее прогноз погоды и реклама. А затем новости спорта с Игорем Стравойтовым. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok